Как мы живем в коронакризисе? Ну, чуть-чуть про изменения медиапотребления буквально. Вопрос, я не собираюсь делать обзор того, как изменилось медиапотребление, я собираюсь показать, что используя анализ социальных медиа, вы можете ответить себе быстро на вопросы, как изменились интересы ваших клиентов, как изменились интересы в смежных областях. То есть искать новые ниши продуктовые изменения, продуктовые инсайты, вы можете довольно быстро. Поэтому это просто пример, это неполноценный анализ. Ну, окей, мы все помним, сегодня вспоминали, что еще до обращения президента было несколько событий, например, 14 и 17 марта, когда нам объявили сначала о свободном посещении школ, а потом вообще о закрытии школ и переходе в онлайн-режим. Вот смотрите, естественно, скакнули очень разные обсуждения, и один из всплесков был связан с вопросом, чем занять детей на карантине. Вы можете спокойно посмотреть эти обсуждения и понять, есть ли здесь для вас какие-то точки роста. Вот смотрите, в Москве люди делились советами и советовали чаще всего, 43% пользователей советовали друг другу найти какие-то онлайн-курсы для детей и тем самым занять их время. А, соответственно, в регионах больше всего советовали друг другу те или иные книжки, посоветовать детям и посадить их за книги. Понятно, да, что онлайн-курсы вообще доступны в регионах тоже, только в регионах про это мало знают, мало думают, соответственно, если им про это рассказать, то, глядишь, они будут советовать не только книжки. С другой стороны, соответственно, если есть кризис, понятно, падение продаж книг, то никто не мешает таргетировать рекламу на регионы и тем самым стимулирует онлайн-продажи книг там. То есть вот простая вещь, она есть. Вот смотрите, на третьем месте в Москве советы дать детям наконец-то отдохнуть, потому что у них был довольно тяжелый учебный год и так далее, и так далее. В регионах это уборка. Вот, там такие семейные устои еще наши классические, поэтому дети должны обязательно участвовать в семейных обязанностях. И так далее, и так далее. Вот смотрите, простые очень вещи. На самом деле, если посмотреть глубже, там видно, что возрастной срез этой аудитории, который обсуждает в Москве, он более молодой. И, соответственно, если посмотреть еще внимательно, то будет видно, что эти люди работающие на удаленке, родители, которым дети немножко мешают. Вот, если посмотреть на регионы, там видно, что обсуждают в основном более возрастная когорта, это бабушки и дедушки, которые, несмотря и невзирая на карантин, сидят с детьми. Вот, и они поэтому и другие советы дают, и по-другому, собственно говоря, можно с ними в этот момент взаимодействовать. Окей. Так, смотрите, если времени действительно мало, я не буду про потребление рассказывать, расскажу хотя бы один кейс. Ну, давайте я вот, ну, хорошо, ну, выключу, значит, выключу, что делать. Значит, вот, допустим, мы сделали свежий там рейтинг онлайн кинотеатров. Собственно говоря, посмотрите справа, это интерес к обсуждению онлайн кинотеатров очевидным образом вырос, то есть мы все стали чуть-чуть больше развлекаться, а это надо делать обязательно, отдыхать, вспоминать, что пятница наступила, и пора уже переключиться на отдых, это не все у нас сейчас могут сделать. Вот, отдыхать мы начали в онлайне, очень живая, очень серьезная конкуренция там возникла, она и была там, она оживилась, ужесточилась. Еще недавно кинопоиска HD такого вообще не было. Кинопоиск как факт, был только информационный ресурс кинопоиск, смотрите, где он уже. Несмотря, например, на дороговизну и закрытые сопленные части контента для российского рынка, Метлик все равно лидирует по вниманию и так далее, и так далее, премьер выстрелил. Очень много интересных моментов. На наши исследования бурно среагировали все кинотеатры, с нами начали обсуждать, почему же так происходит, как же происходит и так далее. То есть растущая ниша, конкурентная, очень классная. Вот, кстати, не только она растет, и действительно это все весьма интересно. А это что такое? А это вот как раз разговор о том, что социальные медиа позволяют оперативно видеть вообще фокус интереса всего социума, всего общества. На что мы, ну, например, на этой неделе, это за неделю там было, на какие информационные сюжеты, события мы так или иначе реагируем. Смотрите, наиболее сильные, мощные тренды по мощности, по частоте упоминания, это были связаны с введением пропускной системы, естественно, с ПАСКОЙ, вот, но были также связаны с инициативами образовательными, это менее мощные, но быстро растущие тренды, и разные, разные другие. Вот анализ в быстрых трендах позволяет сориентироваться в том, что же делать бизнесу, что можно предложить нового, как выразить эту высококонкурентную историю. Но, смотрите, так, не будем сейчас на этом, ну, понятно, не будем сейчас останавливаться на матристи задач, актуальный, а времени нет. Давайте хоть на что-нибудь посмотрим, но давайте немножко посмотрим на рынок доставки. Когда мы хотим посмотреть на рынок доставки, мы не мониторим бренды или ключевики, мы мониторим тематику. Это нетрудно сделать, мы видим, что эта тематика растет, она всех волнует, собственно, ничего в этом удивительном нет, но в системе это все выглядит очень быстро, очень живо, и вы можете провалить свои данные. Чтобы найти ответ на вопрос, а что же людей волнует? Вот, например, быстро строится топ доставщиков, которые беспокоят людей, либо в позитиве, либо в негативе, это второй вопрос. Вот, провалившись, вы всегда можете посмотреть, с чем связано такое большое внимание. Вы можете посмотреть структуру этого внимания. Отрадно отметить, что в апреле, собственно говоря, наши доставщики в основном ходили в масках, в основном уже ходили в перчатках, видите, да? Но тематика эта угасала, потому что от болезни она перешла достаточно привычно. При этом структура негатива выглядела, люди не то, что, их волновало не то, что они боялись, их волновало то, что доставка просто не работала. То есть люди не приезжали, к сожалению, да, приезжали без маски, опаздывали без перчаток, хамства и так далее. То есть волновало все равно не меры безопасности, а отсутствие факта самой доставки. Это проблема. Вот, при этом было, наблюдалось, опять же, автоматика нам показывает, можем делать выводы, наблюдалось снижение постепенного интереса именно к продуктовому ритейлу. Вот, потому что процессы от, так сказать, от плохого момента, когда они все не сработали и не смогли обеспечить быстротущий спрос, потихонечку налаживались, и народ постепенно перестал это бурно обсуждать. При этом стрельнуло, конечно же, у Валберис очень сильно, поскольку они были сильнее, они завоевали рынок своей сетью, да, точек самовывоза. Вот, а сейчас они быстро переходили, переделывали акцент на курьерскую службу. У них, слава богу, получилось, они большие молодцы, но понятно, что в тот момент, в апреле, им было тяжело. Вот, DPD, это одна из служб, которая вызвала огонь на себя в наиболее негативном ключе, то есть вы видите сразу, как рынок себя ведет, вы видите, что есть проблемы у Яндекс.Водителя, мы сейчас покажем, вы видите, что там у Озона их сильно меньше, у Инвидио есть проблемы сильно меньше, чем всегда, и так далее. То есть вы видите сразу, что происходит с рынком. Попустим, ну, это примеры как раз куш-уведомлений, когда вам напоминают, что у вас случилась кризисная история с каким-то из клиентов, и вам срочно надо что-то делать. Вот, собственно, сегодня все упоминали, что ровно такая оптимизация сильно помогает всем жить. Вот, один пример. Вот, пожалуйста, вот просто клиент ламоды, который ждет свой заказ, который потерялся. Да, люди пришли, DPD пришли в коммуникацию, ответили, ну что ответили? Не установлено, не нашли они посылку, да? Значит, что мы видим? 91 сообщение в день негатива от одного автора. Вот, видите, насколько человек, так сказать, расстроился, да? Вот смотри, что он устроил в официальном сообществе, смотри, что он устроил в ламоде. В официальном сообществе достатка, смотри, что он устроил в ламоде. Ну, это проблема, и самое главное, что с ним никто не коммуницировал. Первый скрест негатива, когда ушли искать, он ничем не закончился, и он вызвал второй скрест бурного негатива. А посмотрите, какая аудитория. Это почти там 300 тысяч и больше, это очень много. Вот, это ситуация, когда мы говорим, коммуникация важна, коммуникация важна, а на деле, к сожалению, даже в простых ситуациях мы ее отрабатываем. Даже такие лидеры рынка, монстры и большие молодцы, как Яндекс, посмотрите, да, что происходит в сообществе Яндекс.Водитель. Яндекс вводит новый тариф доставка, который не выведен водителем, и водители, конечно, возмущаются в полный рост. Яндекс, конечно, реагирует, но до сих пор эта тема не закрыта. Вот, мы видим, да, что даже неправильно молчать, правильно отвечать, но если вы не решаете проблему, к сожалению, негатив не уходит. Вот, есть и позитивные примеры, но, конечно, есть. Пожалуйста, вот что делает Зенит? Зенит привлекает звезд для достатки пожилым людям, которые вынуждены сидеть дома и не выходить, не имеют возможности выйти. Вот, вот, Аршавин, да. Привлекли, хорошо подумали, ну, хорошо подумали, но понятно, что они словили негатив тоже. Пусть о детях своих лучше позаботиться и так далее. То есть коммуникация, конечно же, она должна быть еще и, ну, скажем так, продуманной. Вот, пожалуйста, пример тоже еще недостатки. Это когда основательница села на свой Бентли, стала собирать заказы и тем самым довольно серьезно увеличила оборот. Но, правда, публично признается, что все это она делает не ради бизнеса, который сейчас все равно в минусе, а ради сохранения компании и людей, которые работают. Но вы понимаете, что после этого у нее заказов будет еще больше. И слава богу, большая молодец. Окей. Что мы, так, совсем мельком видим? Мы видим, что технология показывает всю картину в целом. Показывает проблемы, показывает риски, показывает интересные ходы, если вы смотрите на свой сегмент. Можете смотреть на себя, на сегмент, на конкурентов, как хотите. Это все очень здорово и важно. Еще один. Совсем быстро пробежимся, 5 минут, если мне зададут. Мы совсем быстро по коносу, по одному из примеров пробежимся. Но что происходит? Как мы уже сказали, 14-16 марта было объявление о том, что дети остаются дома. Все, пошел вал интереса, вал спроса на онлайн продуктовый ритейл. Самое интересное, что СМИ это заметили и начали писать в бурной реакции про то, что рынок растет, как классно повезло компании, которые на нее работают. Все очень классно. Объявили бесплатные доставки, опции, все, что хотите. Это пишут СМИ. Но поскольку конос, к сожалению, сейчас вопрос не в нем, это в принципе сегмент не выдержал этого спроса, но вот как пример, не смог обеспечить, отработать этот высокий спрос, пошел в соцмедиа, пошел очень быстрый негатив. СМИ за ним не сразу увязались, они продолжали еще несколько дней писать, как повезло коносу, а коносу уже сильно не повезло. Ну, видите, почему, да? Почему? Потому что продуктовая ситуация сработала против них, имеется в виду продукт, в данном случае это не питание, а продукт, это сервис по доставке продукта. Вот это их продукт, вот он не сработал. Почему? Потому что люди по полчаса заказывали себе большой пакет продуктов, не только себе, но родителям и кому-то еще. И только в конце, после сформированного заказа они видели реальные сроки доставки и зачастую отказывались. То есть надо было быстро переделывать сам продукт, надо было изначально людей уведомлять, какие сейчас доступны сроки доставки и так далее, и так далее. Пятерочка смогла это сделать, еще там перекресток пытался делать. Это продуктовая адаптация, это очень сложная история, поэтому возвращаемся к мысли, не обязательно адаптируй продукт, вы не успеете это сделать, но обязательно объяснять людям, что сроки изменились, что они могут быть нарушены и так далее. Ни в коем случае нельзя это пускать на самотек. Очень много негатива, при этом такие продукты, такие компании, как Сбергмаркет, которые и не имеют сейчас никакого бюджета на продвижение, к ним начинают убегать люди, ну, например, потому что униконос не справляется. Это шанс для новичков. Соответственно, такие автоматические системы, встроенные бренд-аналитики, как детекторы сбоев, показывающие, что не работает сайт, не работает доставка, невозможно заказать и так далее, они вот вам сигнализируют, что у вас все плохо, а вы все равно не отвечаете, не пишете людям. Это, конечно, огромная коммуникационная проблема. Видите, да, почему такая истерика? Сегодня лег сайт магазина Перекресток, униконос глючил и не фильтровал, а сейчас рухнули. Вот эти сообщения вываливаются вам в пуш-уведомления автоматически. Вам надо с этим что-то делать. Я понимаю, что был перегруз, но люди потеряли просто клиентов. Униконос потерял большое количество клиентов. Все, разочарование пошло теперь в СМИ. СМИ написали, что все не справились. Рынок умер. Значит, пропустим, пропустим. Смотрите, все обсуждения ушли в официальное... Ну, нужно завершать. Да, нам пишут завершать. Буквально одна минута осталась. Все, я закончил. Пошли по районным пабликам. Все начали советовать отказываться от кубконоса. Все начали советовать, куда переходить. Это трагедия для бренда. Вот делится в сообществах, обратите внимание, все в сообществах районных, да, куда идти, кому переходить. Соответственно, при этом СМИ продолжали писать о рынке, что он вырос, продолжали писать, что люди заказывают. А в соцмедиа народ ругался на доставку, уходил, писал, к кому уходить, и только потом обсуждал товар и дефицит. Так, пропустим, пропустим. Окей, ладно, сделаем. Притожим, к сожалению. Я очень рад, что мы успели дать выступить спикеру. У меня была немножко неверная информация по сроке. Мне сказали 1740. Вот, я хотел бы нанести одну простую мышцу, что современная технология дает вам полную картину, позволяющую выстроить компенсационные кризисные коммуникации так, чтобы не потерять лояльность клиентов, потому что продукт вы быстро переделать не успеете. Так, на самом деле, кейс не закончен, но я не успею его рассказать. Скажу только последнее. Ребята, если у вас есть время, приходите обязательно, попробуйте демо. Неважно, купите вы или не купите, или потом когда-нибудь купите. Вы, по крайней мере, попробуйте, посмотрите, что мы настроим прямо под ваши текущие вызовы и задачи. Вы посмотрите и поймете, зачем вам это нужно или не нужно, и когда оно понадобится. Может, сейчас, может, потом. Обязательно приходите. Соответственно, эти кризисные предложения, естественно, у нас есть. Имейте его в виду. Записывайте. И здесь я написал промокод. Пишите вебинар бренд-аналитик или просто вебинар и получите свои скидки. Все. Спасибо большое.